Доброго времени суток, друзья! Сегодня будем создавать базу данных и добавлять пользователя. Заходим в панель управления нашего тайм-веба, жмем на базы данных, укажите желаемое имя базы данных и пароль. Например, я поставлю два, потому что у меня база уже есть. Сюда вводим придуманный нами пароль и жмем создать. Все, база данных создана. Теперь зайдем и посмотрим, как у нас создалась база. Двойку я ввела вам для того, чтобы показать, как создавать базу данных. А я зайду уже в свою готовую базу данных. Зажмем сюда. У нас требует пароль ввести. Жмем ОК. Загружается. Вот она наша база данных. Вот так она выглядит на хостинге тайм-веб. Вот, пожалуйста, видите, как я нажала на PHP, LPSV, WP. Здесь вся структура. У меня здесь 18 таблиц. Действия, записи, все. Размер килобайтов. Я вам коротенько рассказала. И сейчас я немножко покажу вам, как вставить пароли благодаря блокноту Notepad. Закрываем. Входим в файловый менеджер. У вас, когда вы загружали WordPress, должна была создаться паблик HTML, нижнее подчеркивание. Вот в эту папку сейчас мы и зайдем. Вот здесь у нас находятся файлы всего WordPress. Ну, а так как у меня уже действующий сайт, у меня помимо WordPress еще много другого чего добавилось. Но об этом говорить будем позже. Что нам нужно узнать? Нам нужно узнать одну вещь. И сейчас я вам о ней расскажу. Находим в корневой папке файл wp-config-sample.php. Скачиваем этот файл. Вот у нас. Жмем ОК. Так, у меня открылся в Explorer. Закрываем Explorer. Жмем правую мышку. Открываем папку. Вот он наш wp-config. Открываем. Выделяем. И открываем с помощью... Так, сейчас, минутку. С помощью нотпада. Да. Что мы здесь делаем? Мы полностью этот файл... Я, например, делаю так. Я его полностью копирую. И вставляю в новое окошко. Копирую. Вставляю в новое окошко. В этом же нотпаде. И теперь внимательно посмотрите, что и как здесь нужно изменить. Я буду медленно катить. Как выглядит файл wp-config-sampley или как там, не знаю. Я не дружу с английским. Вот смотрите внимательно. Здесь идет все так. Потихоньку, постепенно. Вот здесь, именно здесь, нам нужно будет прописать имя базы данных пользователя. Помните, мы создавали базу данных? Что вы там напишите? Там гвоздика или что-то w. Я, например, написала lps. Вот здесь, в наме, точно так же, аккуратно вписываете такое имя, которое вы создали в базе данных. Это делается очень просто. Я вам просто покажу, потому что там будут другие данные, но вы ориентируйтесь по этой записи. имя пользователя, используя мисквейль, база данных, то же самое. Точно так же здесь прописываете. Пароль в базе данных я написала для примера, для урока 1, 2, 3, 4, 5, 9. Вы пишите конкретный свой пароль. Дальше, что еще здесь меняем? Так, потихонечку. Уникальные соли. Вот здесь, вот здесь, вы впишите свою уникальную фразу. В принципе, можно здесь написать, ну, что-то на английском или какие-то английские слова. Но те, это будут ваши ключи. Их ровно 8 штук. Вписывайте сюда. Самое главное, не трогайте вот эти вот маленькие скобочки. вот точки, штрих, штрих. Вот между ними будете вписывать. Вот так аккуратно. Сейчас я вам покажу немножко. Это для новичков. Вот в таком виде у вас останется. И вы аккуратно. Я вам показываю, как курсор стоит между этими двумя. Впишите. Сюда. Enter. Уникальную. Фразу. Вы впишите, какую уникальную фразу. Это будут ваши ключи к базе данных. Ну, в принципе, больше здесь ничего менять и не нужно. По крайней мере, я не меняла. Ну, все. Все это мы сделали. Теперь дальше что мы делаем? Мы заходим. В верхнюю панельку жмем файл. И жмем сохранить как. Вот он у нас сохранился как NF2. Но нам нужен. Мы переименуем его. И запишем. Конфиг.php Если вы помните, то мы копировали этот файл, у которого были данные конфиг-сампле. А сохраняем его как конфиг.php. Жмем. Давайте сохраним его на рабочем столе. На рабочем столе. Сохраняем. Все. Мы заходим на хостинг. В нашу панель управления аккаунтом. Жмем файл. Это у кого таймвеб. Почему большое преимущество хостинга таймвеба? Я не знаю, как на других. На джина и прочих. Но здесь все можно делать. Без клиента файла ZIL. И жмем Закачать. Выскочило окошко. Закачать файл на сервер. Мы жмем Обзор. И ищем наш файл. Выделяем его. Открыть. Теперь вам осталось нажать клавишу Закачать. Я закачивать не буду. Потому что у меня этот файл есть. И как только вы закачаете. Нажмете клавишу. У вас закачается этот файл. А я жму на отмену. Таким образом у вас появится вот этот файл конфиг.php. Теперь здесь что можно проверить. Здесь также можно выделить его. Выделить его. И просто посмотреть содержание. Заходим в файл. Так, как же мне тут. Ага, вот так поближе, чтобы вам видно было. Файл. И, например, мы хочем просмотреть там, какие у нас данные. Мы жмем на Редактировать. Видите, открывается наш файл, который мы закачали. Здесь на хостинге я никогда не редактирую. И вам не советую. Все делаю через блокнот Notepad. Вот они все наши данные. Вот то, что мы прописали. Имя базы данных. Ну, дальше идет пароль. Я не буду вам его показывать. По крайней мере, я ознакомила вас, как обращаться. С блокнотом Notepad. Как изменить файл конфиг-самплы на PHP. Но. Еще одно маленькое но. Вот у вас появился этот. А помимо всего, еще будет файл. bp-конфиг-самплы.php. Вот тот файл, без сожаления, просто-напросто удалите. Всего лишь навсего за 13 минут мы с вами создали базу данных. Дали пароль. Как вы считаете, легко? Я думаю, что это легко. Действуйте. На сегодня все. Я желаю вам удачного дня. И успехов во всем. С вами была Надежда Сутеля. Субтитры создавал DimaTorzok